здрасте друзья мои это вот этот шкет челенок вроде на посадку пошел на не мутно это вот из песку но вот из мелочи грязно вы прыгнули ведь все на этот теперь на соседскую крышу пошел ну потом посмотрим жить будет он у меня или нет штучка у голуби и там есть снимая снимая и вы еще есть там тех уже не возьмет ну попробую внизу пока по снимаю пока сын пройдет сегодня шаги совет хочу выложить вот этот челенок попробую его снимать вот этот голубенок который вот прилетела когда в туман выехал выпустил у него первые маховые было 2 махова на половину не песку жить будет видите сам сорвался домой полетел поднял голубей ворона не я и поднимать не надо там вороби залетает соскакивает ворона залетает соскакивает ну тут от перепугу видите теперь на ту крышу пошел сейчас выше летать не умеет долетит он никуда не денется я просто вышел смотрю летает пока что сына подожду дома чуть-чуть поснимаю сегодня еще с двумя человек да да это ребятами договорился вы же помните по индо-пакистанку я сказал доеду человек по этой по николаевской птице я сегодня хочу снимать искать все-таки прилетел домой вот не упал где попала значит мозги еще работает гена передается и вот по николаевской птице я другу хочу там сейчас вот звонил с утра его знака что говорит я сейчас кладбище езжай жена дома подними голубей я год 100 ты сам должен про свою птицу рассказывать давай будешь дома будет дома я доеду сниму там это птицу вы даже потому что я первоначально всем говорил что моя цель неважно какая порода будет это декоративная будет это больно будет это лет на этом спортивная просто голубеводство что так раньше как нашем действии содержали голубей и ну все замечательно всех к чему я стремлюсь того там у этого любители армянской голубей по моему группе то есть обиженные ребята на меня и там нашли там пока услышит имя гаги все счастье через штаны пред у них наверное где-нибудь что-нибудь могут написать но умного ждать таких не получается потому что я уже сказал раздонный ползать летать не могут это тип где такие там из ребят выложили здравствуй из ребят выложили кодекс чести голубей вода и у меня есть как бы на страничке это я опять туда выложил как бы бланки разные а слова те же самые придумано столетиями тысячелетиями голубей водами такие правила и обсуждают а кто их читать я читаю эти правила всегда читал то есть к этим кодекс я всегда придерживался и придерживаю этого мало и таких как я очень много порядочных голубей воду все-таки бытва в наших рядах намного меньше просто от этой бытли больше воник чем от нормальных голубей водов там с утра тоже это вот в комментариях вот два моих друга как бы сцепились ну не понимая там позвонил я глупо и друзья и вы должны дружить между собой все брата разговора нет я думаю это вот правильно что когда там кто-то что-то не так написал кто-то что-то надо из мухи делать слона все взрослые люди и мы должны уметь себя правильно вести вот наверное за этих вещей меня люди как бы может уважают ну и по по другим это там тоже дебил пишет горит ты голубей не лечит затем у тебя столько лекарства так много лет много лекарств я покупал для того чтобы вам показывать меня не абсолютно мне они не к чему это же самое что врачу сказать да там зачем у тебя столько лекарства тоже не пользуешься там ну даже маразм она есть маразм там ничего не поделаешь там по поводу я по-моему снимаю я не снимаю вот этот голубенок которого 10 10 дней не было я говорил давно и шоколадник это вот такой приближенный вариант человек там тоже вот эти да там блок поставил на своей страничкой мы никто ничего писать не может сам сидит строчит всякого жмем а там тогда вот труду подал игру и принимай чтобы я мог тебя написать так его не принял сейчас грудь бьет я не хотел с ним дружить это он со мной хотел дружить конечно я хотел дружить чтобы не публику написать а теперь как бы стою страничку написать что я сказать что я хочу тебя говорить я же не буду своей мысли в этих там ну все равно там я говорю рожденный пользу ну или как говорится караван идет собака гавкает на лайк не будем обращать внимание на таких дебилов тем более так делом вы никакого отношения не имеет ну вот по поводу и бреди к ребята там пишет мы бреди как бы двух словах объясню это родственные те которые не знают что это такое это родственные скрещивание то есть когда брат с сестрой там мать сыном отец дочкой там дед с внучкой там бабка с внуком то есть вот это называется имбридинг как бы вашим родственные это да вот здесь волгограде у меня там начале 90-х был друг потом он уехал с волгограда томас у него два сына на какой высоте как бы тянут два сына и от разговоры могут видео горит вот старший ум не горит такой горит все правильный спорт ходит футбол играет шахматы ходят школе одни пятерки там никаких замечаний горит а младший горит это горит вес по гонгой весел маму да там а младший вес папу горит драки горит там курить пьет горит школа всегда вызывают кого-то вот я думаю горит есть их двоих бы горит можно было в этом в одного человека горит вылить был бы гитаде замечательный сын вперед про и бредик да вот наверное смысл уже понимать о чем речь идет это очень быстрые результаты есть два хороших голубя да есть допустим 2 одногнёздкий брат сестрой обе с хорошим боем с хорошим летом ну либо с хорошим летом ладно там бокс с ним боя оставим на стороне там либо почталь который вот это да и подготавливать к соревнованиям то есть нужны очень быстрые хорошие результата берут птенцов с под этой пары как следует одна штука получается вообще ноль ну это я это да как бы образно говорят он может 1 помета до выводок обе выйти нормально второй там обе бракованы выйти да ну как следует в одном выходит как бы собирается хорошие гены показывать голове еще лучше результат а в другом плохие кино но со временем она себя дает знать да там то есть пять шесть лет десять лет пройдет вот это да вы поймете что этот голуба никому не нужен детей по них получать тоже это все это но это как бы такой мгновенный результат что ли там быстрый результат там даже вот взять как-то я как-то рассказывал про желтых шеек поражен то хвост их всегда у этой породы очень часто замечается кто эта порода держит слепота близозоркость голубь плохо видит это вот как раз и результаты эмбридинга птенцы там не выживают плохо растут там то есть ну в природе нету такой взять вот это да короля животных львы вот он сильный левом прайд завоевал там два брата взяли этот прайд там на протяжении 10-15 лет они этот прайд ведут от них рождаются тоже очень сильные леваты которых они потом выгоняют они не оставляют чтобы они продолжали этот род те левята потом уже завоевать другие прайда но между собой они им бритингом не занимаются поэтому леви есть он самый сильный животных моешь то есть чистота идет кровь должен быть со стороны но по поводу комментарии тоже там но я так шутку написал там человек пишет 50 лет проверены его сужен у тебя 37 лет ну как интересно как-то проверил что 50 лет нету брака в этом и брединге короче но тоже ну написано много чего написано да как говорите на заборы тоже кое-что написано но это к реальности никакое отношение не имеет там реальность она совершенно другая и но раз очень горькая я наверное сейчас на паузу поставлю пойду за сыном чтобы вышел не поснимал помог меня начал последнее время опять очень много про это заболевание ребята мне пишет как был 80 по моему получается ну круглый совет легче что мне очень часто спрашивают да я сам не всего как он совет и stuff ну типа сделаем как это так спирμά может вот какой-то гнадатон человек сознание потерял упал там как оказывать первую помощь girl такая рядовая для людям это будет как бы первую помощь да голубей вот обратили что голуби нахохлились вот обратили внимание что голубь нахохлился значит у него уже не все в порядке значит уже начинается либо простуда либо заразные заболевания либо то другой нахохлился все это уже признак да это как вы считаете как бы человека температура сопли температура голова болит голова кружится то есть он уже непорядки надо уже заниматься с этим голодом начинает голубь жидко дрешать то есть помет у него становится это да вот чем хорош вот этот песок у меня вот поснимать вот в этом месте постепенно в любом месте то с ними видите песок сухой теперь вот сразу же на песке остается он снимать вот этот пятно на песке остается пятна от воды на обычном полу на то на другое вы не обратите а вот здесь видите вот он виден вот зашли увидели вот полоски пошли да все значит у вас из голубей начал дрешать кто-то сидите смотрите находите если это уже пошло массовый значит то есть у голубя ты там если по одиночке там волна может решать от нескольких вещей от глина у может решать это связываешь это он может так чик тоник отрешает от сыворотка может тоже жить как решает то есть есть такое как бы ослабительное получается но когда вот этот уже пошел вот сначала как бы водички потом уже получается как бы слизью ну как мы сморкаемся вот такой слизью там потом уже идет белая желтая зеленая . но это либо вертяжка либо салмонеллез чем отличается этот это да я всегда говорю хрень редки не слышит то же самое единственное при салмонеллезе голубь ходит как пьяный трясется упирается вот он пошел он может прямо головой упираться в это да там стену или куда-нибудь при вертяжке он шею сворачивает и на голову кладет и на спину кладет попадают по корму косо то есть вот этот корм он попадает мимо корм не попадает дохнут они из-за того что есть не могут самое слабое место у голубей как бы это кишечник то есть все начинается у них практически на фоне кишечника до кишечник начинает работать это там ну по болезням очень многие ветеринары там это да там но ветеринар не могут знать столько сколько мы голубевода можем знать потому что ветеринар что он может знать его на массе тут и учили вот эта бактерия ответа этот вирус от этого это так вот это заболевание выглядит этого да а чего как получается он не голубевод он не скажет у голубей нет языка чтобы спросить от чего-то начал заболеть да в общем чем вот мы это да то есть у нас как бы получается практика у них получается теория да ну вот как допустим инженер закончил пришел строительный институт пришел в стройке работает и есть там обычно мастер или прораб который не закончил институт но он просто по практике знает какую колонию куда там цемент один кускаки надо мешать на какую расстоянную надо арматуру выложить то есть практика она посильнее чем теория то есть многие эти ветеринары обижаются ну это дело отношения не имеет то есть как я вот нашел чтобы у меня голуби начинают от этого от корма да я просто сутками сидел в этой голубяки и наблюдал за ними я нашел причина чего они начинают по кормам я все время это так говорю обработайте обработайте но даже вот у вас голуби тохнут просто возьмите разрежьте желудок зубы раскроете и посмотрите что там творится очень часто вы увидите когда молоко сворачивается такие кусочки белые грибки плесни вот это все у них уничтожает то есть признаки вы поняли да заболели голуби многие скрывают там никому не говорят такое ощущение как будто они то ли спидом то ли сипилисом заболели да это порядке вещей голубь должен болеть может болеть он как заболеет так и выздороветь просто надо заниматься все это не надо бояться не надо панику просто как говорят сюда там поговорки глаза боятся а руки делает просто делать первую очередь что надо делать надо отсадить голубей если вы купили корм то есть у вас было все это замечательно все хорошо потом резко в один момент поменяли корм у вас голуби начали это да там слабить падать болеть допустим даже вы не увидели что у вас голуби срыгивает когда корм отравлено кору плохой плохой голубь есть а потом срыгивает то есть со временем он привыкает к этому но со временем у него иммунитет начинает падать мышь голуби еще и болезни цепляет то есть как бы увидели что у вас голов поел и срыгивает корм у вас отвратительно надо заниматься с кормом то есть там все это беда идет от этого да увидели короче все кора от корма пошло значит отсадите больных уже в одну сторону начинающих больных то есть нахохливших в одном месте то есть разных голубятных здоровые птицы третьем голубятни то есть но в основном вашим голубятни там или как то есть их надо от это отсадить друг от друга если при сармональе вертяжки голову уже заболел то есть он начинает уже желтый зеленый все это его не спасешь единственное спасение только оторвать и выкинуть а там уже кто когда от корма получается заболевание голубь может восстанавливается то есть вы начинаете корм обрабатывать дать ему нормальную пишу голубь есть она во первых начинает побольше есть то есть у них аппетит появляется есть и организм начинает выздоравливаться и потихоньку потихоньку это болезнь и как попала в нем так и уходит но у многих еще может по жизни на это да иммунитет зарабатываются в этой болезни то есть как говорит это дохода без добра не бывает и это тоже попадается но отсадили пошла на поправку да пошел голубь на поправку да и дай бог ему здоровья не пошел но и так бывает там не расстраивайтесь то есть все отсадили голуби стали нормально теперь это да ну как корма обрабатывать у меня четвертые 54 даме по медному купороса посмотрите обязательно делайте там это нужно не бойтесь я уже годами все это делаю у меня все в порядке там кто что скажет не знаю ну там сейчас можно просто в комментариях написать сколько ребят вот этим занимаете как у них это со мной люди созваниваются разговаривают брат спасибо у меня зимой столько птицов весной этого не было голубь здоровы будет и птицы будет летать и будет все что показывает даже что необходимо значит по обработке есть не можете найти формалин формалин морги она не продается но через знакомых через близких можете у меня есть там совет когда я обрабатываю посмотрите вот этот совет обработайте нету формалина ну и звездка в любом строительном магазине купите продается стоит копейки на там дали там водички ведерочку налили водички сюда добавляйте сюда клей пва вот он для чего клей пва делается для того чтобы не сыпалась это и звездка прилипла то есть к стенке гнезда прилипла короче немножко клей пва добавили сюда можете хлорку белизну там арганизм короче любой антисептик который обеззараживаете место с водой разбавили насыпали звездку взяли там этот счет кисточку это да и пошли победить у голубя дню с гнезд все выгребаете все там трава то есть оставляйте чистый вот это да только этот гнезды везде пообработали полы там песка насыпали либо там этих кордонах постелили там и постоянно убирать 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 это по уборке то есть вы не даете этой заразе распространяться то есть уже эти останавливаете помимо этого если вот она лекарства опечатан я может его и выкину когда-нибудь я покупал для того чтобы вас показывал так значит снимается там энерофлона тут идет один куб один куб это антибиотик широкого спектра есть байтрил ну его нету у меня короче байтрил тоже антибиотик широкого спектра в обоих случаях один куб на два литра воды пропаивать 5-7 дней это антибиотик после него надо несколько дней давать витаминов я даю чектоник вы какую даете то и давайте или лучше сейчас вот этот препарат по получи чем этот кипроцерилл кипроцерилл значит тут идет одна желтый такой порошок она по моему больших пластиковых бутылках продается это маленькие чайная ложка без верха короче там по моему два грамма получается там на два литра воды тоже тоже 5-7 дней пропаивайте помимо этого есть такой препарат асд фракция 2 вот это хороший препарат хотя как бы химия не бывает хорошими из единственных вещей которые периодически даю голубей очищает желудок все это значит только вот фракция 2 есть там фракция 1 фракция 5 вот нам гол для голубей нужно фракция 2 5-кубовый шприц 5 миллилитров либо столовая ложка на 1 литр этого корма то есть берете литровой банку корма там ну не до горла там чуть-чуть оставить для того чтобы можно было трясти либо столовую ложку вот этого асд либо там сколько литра вам надо сколько килограмм уж посчитайте если два килограмма корма надо вам на кормежку то есть две столовые ложки если 5 то 5 столовой ложки то есть ну на литр идет как бы это перемешали она туалетом воняет очень вонючая его можно и с водой давать но потом запах отвратить или а с кормом когда вы перемещали оставляйте в теплом месте это пропитывается в корм голуби с удовольствием его едят вот от этого они нос не воротит и у них организм начинает выздоравливается у голубей после того очень хорошо помогает гранатовой корочки шкурки только гранату когда покупаете прежде чем эти шкурки собирать вы их помойте прямо губкой возьмите потому что вы сами знаете сейчас особенно фирменные тогда который идет там сколько этих массе сколько химикатов на этой шкурки на этом то есть промыли там если наши с это да там местные гранаты там допустим грузии или в азербайджане или в армении вы знаете что чисто конечно там нужно это дамыть не надо там ничем то есть я имею ввиду те магазины как промыли почистили и сушите для запаса то есть чтобы она у вас запасе было на очень хорошо закрепляет желудок да там ну даже первоначальном стадии это для гранатовой шкурки лечится ломанилиоз первоначальном стадии то есть как бог гол току току если мы вовремя зацепили пропоили она помогает а так если вот вы сейчас купили эту гранату да там почистили до его сырую там все витамины то есть из ребят говорит вот я сушу гранатовой шкурки я бы зачем ты сушишь ну как ты сказал что сушить я буду я сказал сушить чтобы она у вас было потому что если вы не будете сушить это корочки в это да там заплеснеет испортится но сейчас она у тебя свежачок зачем тебе его сушить то есть про поэта на пропариваете либо можете там набирать банку насыпать туда горст этой гранаты сюда больше меньше вреда не будет от него вот такой горст насыпется или вот такой или вот такой вреда не будет однозначно единственное как чай есть чай есть чефир вот тоже самое здесь да там то есть она не вредит голубя залили кипятком закрыли крышку ну либо можете кастрюлю там набирать к очень насыпать прокипятела минуту две-три каучи тоже закрыли отстаивается потом пропаивать и голубей и постоянно наблюдайте за чистотой в голубя не за кормом смотрите потихоньку они у вас будет все хорошо из мальчишек тоже пишет говорит вот у меня пока на хорошую птицу денег нету не могу это там приходится то наш она ему это да я говорю а ты не расстраивайся ты вот недавно начал это да ну вот представь себя ты отдал там 20 30 тысяч там или там сколько купил хорошего голубя принес вот этот голубь у тебя заболел и сдох тебя будет приятно не будет очень обидно я говорю ну поэтому я всегда говорю вы сначала вот как водители говорю сына тоже тогда когда учился я говорю сначала научитесь ездить а потом быстро ездить то есть сначала надо научиться правильно содержать голубей запоминайте правильно содержать голубей правильно вести голубей то есть вы сначала должны научиться голубеводству а потом только уже добиваться к хорошей птицы зачем вам хорошей птицы многим на если вы голубей содержать не умеете просто испортить эту птицу смысла нету так вы натренируйтесь пока на плохих когда вы у вас четко будете знать если не дай бог это вы знаете голубь сорвался копчик забрал вы знаете как птицу это да там поднять куда подложить то есть к этому делу вы сначала научитесь а потом уже будете хорошие птицы сегодня это да там ну слава богу сейчас очень много и ребята начали гонять эту это да птица у многих мне не совпадает со мной голов должен летать многие гоняют на моей страничке то есть я все что говорю я всегда говорю комментарии у меня исключительно в одноклассниках больше нигде мне там даже ну неделю назад из голландии человек позвонил там тоже моих друзьях у меня группа бойные голуби там 11000 сколько там этих участников я хочу что как бы эта группа была твоя перед дать тебя я тут не разбираю но человек не назначил быть модератором называете ли как-то честно говоря я ничего не знаю что это такое я в интернете ничего не понимаю я туда блинникаю если чё-то я это да прошу то сыновья то знакомым чтоб что-то делали там даже вот этот вайбер ватсап то все они для меня делали закачали там ролики они выставляют там единственно умею снимать в этом понимаю в чем понимают он понимает там не понимали вот несколько ролика я уложил туда да вот эти бойные голуби как дальше пойдет успея не успею не знаю ну разница думаю по большому нету на моей страничке посмотреть ютубе посмотреть главное чтобы правильно все это сделали играю вам что вы четко чтили кодекс голубевода каким должен быть голубевод да там то есть человек вот это да должен вот как нас здесь выучили и должен уважать старше и должен любить родители ты должен любить родину ты то есть вот такие вещи если голубевод и вот этот называется кодекс и мы должны его чтить ну чё поставь наверно на паузу я сейчас друзья мои уже почти 30 минут снять наверное еще минут пять поснимаю не буду не вас мучить не себя мучить на про настроить камеру посмотрим вроде так и чё летают некоторые бьют даже столько ролика того уже несколько сотен роликов снято да да ни в одном ролике я не это да не говорил у меня вот там птица супер у него то у вас это это голубо друзья мои людей есть глаза есть хорошая птица на придут посмотрит оценят эту птицу там все себя грудь рвать какая она у вас ну нравится да ради бога да держите там ну могу одно сказать да опасный человек никогда вас не обидает и да не не пообижает наказать он это сделает молча то есть то же самое там человек который имеет хороший голубей он никогда не скажет у него хороший голубей он всегда вам покажет в основном то грудь бьют там рвут тебя те у которых но нет ни хрена ну поверьте сотням если не тысячи приехали смотрели там внутри секунды пять минут ну десять минут максимум больше ничего не получается видеть а рассказы такие же думаешь были но может своим бушку оторвать против этого купить привезти поддержать но никакой те приспустились это вот из мелочевки вот уже летает песку но как говорит у тебя копчики не берут ну что я могу делать мы сказать копчик копчик ну иди пожалуйста возьми мои голубей чтобы люди поняли что вы моих тоже кушаете ну моих сова берет ночью хуже копчиков она на крестовине сидят он их забирает на по моему снимаю или не снимаю бог его знать а нет я даже камеру не приблизил вот так всем говорю приближать я сам отдалил вчера тоже там ролик выставили на моей страничке там человека рассказывает про бойную птицу походу у него ассоциация такой что бой на птицы и николаевская птица это та же самая столба три-четыре раза подтянула этот голубь точки ну я такого уже как ты если помните там у меня в роликах есть ярмарки годов а выставки снимал загон давай рассказывай как они у тебя три-четыре раза тянут и голуби . ну из этой же серии да там голубь который на круг идет он максимум два часа летает голубь который на подтяжки уходит по станы играет это до сутками летит но понятно что у тебя игра такая поэтому я написал мое мнение что человек просто дилетант абсолютно ничего не понимает голубя белоголовых показывает вот это чили там клюв белый это тот какое отношение но есть название белоголовый даешь чернохвостый там есть пёры есть или бои там как это ну чили это совершенно другой чили это как мурые принципе вот так переводится да так как мраморный как мурые там разница том что у тебя хвост должен быть сплошной одного цвета должно быть а там они с годами там десятилетиями там лет через 10-15 эта птица может стать чисто чернохвостый либо чисто краснохвостый корпус вес белеет 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 и белеет а у белоголовых как мы понимаем у них голова таки остается белым то есть чем когда рождается он сначала может быть чисто черным потом начинается линька и он потихоньку потихоньку начинает каждым годом светлеть 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 и лет через 10-15 этот голуб плавно становится чернохвостым единственное что у него клюв черный они белый опять те сели эти опять приподнимается даже не знаю поясненько ну принципе что надо делать когда голуби начинает нахохливаться болеть по моему уже все стало ясно надо просто не полениться и заниматься птицей тогда будет все порядке это тоже на посадку идет попробуем его снимать один там садится вроде сел опять пошел вот в этот момент да они как николаевской должны зависать не больше наверху но я их уже не сниму я уже и замерз наверно она там один появился снимаю их там даже не вижу я снимаю или не снимаю да вроде снимаю в общем так что друзья мои уважайте друг друга в шате с друг другом а на это быдло даже можете вниманием не обращать там который там не себя корчить строить эти люди никакого отношения не имеют а он песком сорвался тоже мотается сейчас пару кругов даст и сядет пару кругов даст и сядет пошел куда-то полот балбеса вот и тебе отличаются когда летом кидаешь на крыша зиму же не кидаешь на крышу но зима отличается другим таким копчик быстро забирает потом будет так дурковать его мгновенно заберет унесет он тянет вам высота хорошая она играет там еще один могу за вот это в армении всегда были красивые голуби интересно но сейчас три секунды да интересно я всю жизнь жил в армии то есть родился выразить я не знаю какие то были так лучше друзья мои удачи там друг подъехал сейчас я с ним поговорю гоняйте птицу